Ирина Кусраева Ростон в Южной Осетии выпустил первую партию продуктов. Новые технологии в стоматологии и у нас. О работе и условиях Республиканской стоматологической поликлиники. Две недели отдыха в Высокогоре. В Кударском ущелье открылся летний лагерь. Ростон в Южной Осетии К тому же это будет способствовать развитию сельского хозяйства в нашей республике. Надеемся, что материал для переработки имеется ввиду мясо. Птицы это будет или другое мясо будет, чтобы оно все-таки производилось здесь. На территории Южной Осетии, чтобы первую личную продукцию мы закупали у населения. Республика Южной Осетии. И он должен будет симулировать развитие сельского хозяйства, развитие сыловца. По словам Вадима Ванеева, в год возможно будет забивать 9 тысяч голов крупного рогатого скота, а баранов 12 тысяч голов. Также планируется выпускать 17 видов продукции. И так как сырёно производство продукции будет местное и качественное, оно будет способно конкурировать с российскими аналогами. В Северной Осетии скоро откроются склады, куда будет поставляться готовая продукция. Президент нашей республики предложил наравне с российским рынком поставлять продукцию в ДНР и ЛНР. Где будет мясо? Мясо будет здесь. Но не сразу, потому что люди не уверены, что мы готовы забивать. Вот вам докладываю официально. Три раза сейчас просчитываю. Мы можем забивать в год 9 тысяч голов крупного рогатого скота. 9 тысяч. Это можно смело озвучивать всем. Люди приходят, мне докладывают, что разные люди в день по 2-3 человека предлагают 3 головы, 5 головы. Это уже тенденция. Мы не бежим за большим рублём, пришли работать. Вадим Ванеев добавил, что также планируется открытие специализированного магазина для реализации производимой продукции. По словам главы государства Анатолия Бибилова, это послужит стимулом для расширения сельхозпроизводства и становления сельского хозяйства в целом. И сегодня же в торжественной обстановке состоялся процесс запуска и производства первой продукции ООО «Раздон». На мероприятии были приглашены президент республики Анатолий Бибилов, спикер парламента Пётр Гассиев, члены правительства и парламента. Это важное событие. Событие, которое определяет первые шаги развития экономики Южной Осетии. По заявленным целям и задачам, которые перед собой поставило предприятие, они реально серьёзные. Исходя из того, что в год только должно быть переработано 9 тысяч голов крупного рогатого скота, планируется производство мяса и мелкого рогатого скота. Поэтому по объёмам, конечно, для Южной Осетии это серьёзные объёмы. Мы надеемся, что продукция, которая здесь выпускается, будет конкурентоспособной на рынке Российской Федерации, конечно же. И свою нишу в этом рынке всё-таки наша продукция, произведённая в Республике Южной Осетии, на данной перерабатывающей фабрике, она будет иметь. И я хочу пожелать всем, кто будет работать, успехов. И огромное спасибо хочу сказать тем людям, которые делали с нуля вот этот проект. И, конечно же, удачи. Вадим Шалович, и с Богом. Вадим Ванеев поблагодарил главу государства и всех, кто был задействован в строительстве мясокомбината. И отметил, что продукция, произведённая из местного сырья, очень вкусная и высокого качества. Огромное спасибо всем строителям. И ещё раз, Анатольевич, спасибо за вашу поддержку, потому что мы это уже видим реально. И думаю, что на этом мы не остановимся. Скажу вам честно, вчера вечером я приехал и мы пробовали. Эта продукция пойдёт на Россию, потому что она уже конкурентоспособна с нашей продукцией, которую производим там. Далее гости были приглашены в ЦХ и ознакомились с процессом выпуска продукции, условиями хранения и упаковки. А также дегустировали производимую здесь продукцию. Елена Газаева, Азамат Кудзеев, информационный выпуск сегодня. В Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Южной Осетии и России, в ходе которой Дмитрий Медоев и Сергей Лавров обсудили вопросы реализации договорённостей, безопасности, также вопрос возможного транзита в Закавказье через нашу республику. Репортаж Розы Тедеевой. Дмитрий Медоев и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Отношения между стратегическими партнёрами строятся на двусторонних договорённостях и в первую очередь на соглашении о союзничестве и интеграции. Главы ДИП-ведомств двух стран в первую очередь обсудили вопросы реализации договорённостей, которые были сформулированы главами наших государств. В соответствии с теми направлениями углубления сотрудничества, которые зафиксированы в союзническом договоре, у нас буквально в ближайшие недели месяцы на выходе целый ряд дополнительных компонентов, укрепляющих договорную правовую базу. Это соглашение в сферах правоохранительной, социальной, образовательной. Говоря об образовании, упомяну, что ежегодно предоставляется 80 государственных стипендий Российской Федерации для обучения граждан Республики Южной Осетии по гражданским специальностям. Кроме этого, есть и практика, она развивается, подготовки кадров для Южной Осетии в вузах Министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел Российской Федерации. А сегодня мы договорились дополнить эту практику ещё и организацией стажировок наших юго-осетинских друзей из Министерства иностранных дел по линии дипломатической академии нашего министерства. Министры не обошли стороной вопрос транзитов за Кавказе через нашу республику. Мы с Дмитрием Николаевичем Медоевым обменялись мнениями по аспектам, связанным с организацией транзитной торговли в регионе. Такие планы есть, они вроде бы вызывают достаточно высокий интерес. И представители Южной Осетии подтвердили готовность участвовать в этой работе. Мы высоко ценим такую конструктивную позицию Южной Осетии, без которой, это всем понятно, такой проект, проект транзита, реализован быть не может. Хочу определённо заявить, что президент Республики Южная Осетия, находясь на Санкт-Петербургском экономическом форуме, сделал важное заявление по этому поводу, на которых Южная Осетия будет стоять. Южная Осетия готова участвовать в этом большом международном проекте в качестве равноправной стороны. И если такой подход будет приемлем для других сторон, то мы не видим никаких препятствий для участия в этом проекте. Особое внимание на переговорах было уделено вопросам безопасности в Закавказе. И в этом вопросе, как считает Сергей Лавров, крайне важна слаженность действий между стратегическими партнёрами. В ситуации, когда в регионе Закавказья сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе, в этой ситуации особенно важна слаженность действий России, Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников. Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз мира и безопасности в Закавказье. И считаем, что важнейшей площадкой этих наших усилий были и остаются женевские дискуссии, в рамках которых мы продвигаем главную задачу заключения договоренности о неприменении силы. Журналистов интересовал вопрос подготовки документов для подачи в ГАГский суд для расследования войных преступлений, совершённых во время войны августа 2008 года на территории нашей республики. Этот процесс начался буквально сразу после окончания войны. были предприняты ряд шагов, которые позволили собрать воедино все те жалобы, которые были у населения Южной Осетии. Была проведена работа по тому, чтобы этот фактический материал был оформлен в надлежащем виде для того, чтобы Международный главный суд их принял к рассмотрению. Этот процесс не заканчивался всё это время. И заявление Анатолия Бибилова может говорить только о том, что в этом направлении работа будет продолжена. Мы считаем, что те преступления, которые были совершены в 2008 году в Южной Осетии против мирного населения, они не имеют срока давности и рано или поздно виновники этих преступлений будут привлечены к ответственности. Во время переговоров министры обсудили успехи Южной Осетии в налаживании договорно-правовых связей с разными регионами Российской Федерации. Более 10 регионов установили договорные отношения с Южной Осетией, отметили руководители внешнеполитических ведомств двух стран. Роза Тедеева, Диана Техова, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня состоялась очередная 79-я встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Югостинскую делегацию возглавил полпредпрезидента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев. По его словам, с последней встречи границу нарушили 28 человек. 15 из них были гражданами Грузии. Следующая встреча пройдет 7 сентября. Это была довольно насыщенная программа очередной встречи в рамках империи. В поместье у меня было 9 вопросов. И еще мы добавили 2 вопроса. В частности, Югостинская страна предложила вопрос о порче пограничного знака в районе Цинагар. Это было буквально в те дни, когда грузинские студенты митинговали в районе границы. И 7 числа пограничный знак был еще в целостности. 9 в полдень мы обнаружили, что знак испорчен, то есть наполовину содран. Мы это все продемонстрировали участникам встречи. И обратились к грузинской стороне, чтобы они приняли соответствующие меры, чтобы такие неприятные инциденты не накаляли ситуацию и не были продолжением той тяжелой ситуации, которая раскладывается в районе границы. Я считаю, и мы это в Женеве каждый раз отмечаем, что империи на границе Южной Осетии с Грузией работают довольно успешно. То есть всегда положительно эта работа отченивается. Но я считаю, что каждая встреча себя оправдывает. Действительно, я повторю, большие международные вопросы на этом уровне не решаются, но конкретные проблемы, конкретная напряженность снимается. В Республиканской стоматологической поликлинике на сегодняшний день есть все условия для качественного обслуживания пациентов, в том числе и маленьких. Благодаря современным технологиям процесс лечения зубов проходит безболезненно. Коллектив поликлиники пополнился и молодыми специалистами. Профессия стоматолога была востребована во все времена. Современные технологии позволяют не только лечить болезни полости рта, но и восстанавливать утерянные зубы. Говоря об обслуживании Республиканской стоматологической поликлиники, нужно отметить, что благодаря современному оборудованию и взрослые дети могут лечить зубы безболезненно. Отрадно отметить и тот факт, что для повышения квалификации врачи регулярно направляются в разные города Российской Федерации. Каждый врач в течение каждых пяти лет получает квалификацию, привозит сертификаты и так и работают. Все доведенные врачи, которые работают здесь, в стоматологической поликлинике, все доведенные сертифицированы. Каждые пять лет. Как нам рассказал главврач Виталий Плев, на сегодняшний день в своей работе они не сталкиваются ни с какими проблемами, за исключением отсутствия кабинета ортодонтии. Из-за этого многим пациентам приходится выезжать в Северную Осетию. На сегодняшний день стоматологическое поликлинике оказывает все доведенные услуги, кроме ортодонтического лечения, детского ортодонтического лечения. Мы работаем над этим вопросом. Думаю, что в течение двух-трех месяцев этот вопрос уже будет решен. Из года в год мы это говорим. Я понимаю, что дети это до 30, до 40 человек, семей уезжают в Владикавказ, чтобы поставить ракетную систему. Пока мы не можем ее осиловать из-за финансовых проблем, но думаю, что скоро все это будет решено. Кроме этого, пациентам оказывают терапевтическую, хирургическую и другие виды услуг. Также в стоматологической поликлинике представляются льготы для определенной категории населения. Всем до единого, без исключения, что детям, что пожилым людям, российским материалам, все до единого бесплатно. Ну, а кто хочет уже дорогим материалом, это уже они договариваются сами с врачами и все делают. По словам главного врача Виталия Плива, у них очень много молодых врачей. Тем не менее, на сегодняшний день немало специалистов, окончившие стоматологические вузы Российской Федерации, стоят в очереди, чтобы устроиться на работу. Алана Чихоева является выпускницей Московского медико-стоматологического университета и по возвращению на родину начала работать в республиканской стоматологической поликлинике. Я закончила там, чуть-чуть поработала, почти год. Стряждая машина, ну, по семейным обстоятельствам, и почти вазотная кость, начало без спина. Пациенты даже очень доброжелательные, авто, как бы, не капризные, никаких проблем не создают ни они нам, ни мы. Леонид Майрамов часто обращается к стоматологам и доволен обслуживанием медперсонала. Здесь очень хорошие врачи. К пациентам они относятся доброжелательно. Я сам часто обращаюсь к стоматологам и всегда доволен их работой. Услуги стоматолога в современном мире просто необходимы, ведь они дарят всем людям белоснежную улыбку. Здравствуйте, Кузаева, Анжела Кукоева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Лето, пора лагерей и походов. В городе Куайса сегодня открылся детский лагерь. В нем смогут отдохнуть более 100 детей с 5 по 11 классы. Подробности в нашем следующем репортаже. 45 детей со всех уголков республики две недели отдохнут в одном из красивейших уголков нашей страны, Кударском ущелье. В городе Куайса на базе средней школы будет открыт летний лагерь. И учащиеся с 5 по 11 классы проведут незабываемые каникулы. Дети поехали из многодетных семей, малой мужей, дети с интерната, со школы интерната. Мы еще планируем, что местных детей мы привлечем к отдыху тоже, к вайсинских детей. И они поехали. Программа, как всегда, у нас на базе пионерских лагерей делится там на отряды. Четырехразовое питание, спортивные игры, походы, интеллектуальные игры, конкурсы. Уже с самого раннего утра дети с родителями собирались на театральной площади. Учащиеся говорят, этого дня они ждали с нетерпением и уверены, что проведенные каникулы станут самыми запоминающимися в их жизни. Последнее наставление – игропа готова к отъезду. Я каждый год стараюсь поехать в лагерь, но этот отдых, я думаю, что не променяю ни на что. За это время со мной произошло много прекрасного и интересного. Обожаю каникулы. А вот Алина Кабисова впервые едет в лагерь. Она надеется, что найдет здесь новых друзей и весело проведет время. Я давно ждала этого дня и рада, что поеду в лагерь. Уверена, что будет очень весело. В организации лагеря большую помощь Министерству образования оказывает Министерство внутренних дел, травоохранения и Министерство чрезвычайных ситуаций республики. Лагерь будет работать в два потока и примет больше ста детей. Зарина Кочиева, Ригня Черткоева, Замат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня». Далее прогноз погоды на завтра, 12 июля. В Знаурском районе Республики ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 21. В Заусском районе также ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 23. В городе Койса переменная облачность, дождь. Днем плюс 17, ночью 15 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 15. В столице республики Цхинвали ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 21. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания.